Здравствуйте! Это программа «Факты и мнения». У нас в гостях призер Олимпийских игр, организатор многочисленных ледовых шоу Илья Вербух. Илья, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, конечно, как родилась идея воплотить на льду все-таки фильмы любимые, героев, показать? Ну, знаете, каждый год я ищу все новые и новые темы для различных ледовых интерпретаций, которые могли бы нравиться людям. И в данной ситуации мне показалось, что будет очень интересно обыграть ту музыку, которая звучит в любимых наших фильмах. И надо, конечно, отдать должное, что мы можем спорить о том, какое кино лучше. Конечно, многие будут говорить, что те фильмы, более поздние, они гораздо лучше, чем то, что есть. Я как раз так не считаю. Все развивается, все идет вперед. Но единственное, в чем, конечно, проигрывает современное кино, это, конечно, в музыкальном ряде. Нет той музыки, нет тех запоминающихся хитов, которые вровень стоят вместе с киноработами. Сейчас мы начнем перебирать какие-то современные фильмы, да, мы вычислим спецэффекты, да, игру актеров, да, режиссерскую работу, но музыки нет. И та музыка, которая была рождена такими фантастическими фильмами «Берегись автомобиля», и мы сразу понимаем, какая там музыка. «17 мгновений весны», мы сразу вспоминаем «Тревердеева», «Служебный роман», «Жестокий роман», ну, то есть «Осенний марафон», ну, все, что теперь везде есть музыка, музыка, зимняя весна. То есть это все темы, которые хотелось оживить на льду, и я думаю, программа идет с большим успехом. Вообще мы выступили больше, чем в 30 городах России, это гастрольная версия, и в каждом из городов именно второе отделение воспринимается просто, ну, его невозможно переоценить. Вот уже минут 10 люди стоят последние стоя, выражая вот ту эмоцию, которая найдена. А есть ли у вас фильмы, которые связаны с какими-то знаковыми личными событиями в жизни? Ну, вы знаете, такого просто не задавали, поэтому я, наверное, не готов на него ответить. Нет, кино всегда рядом со мной, ну, как со мной, с каждым из нас. Но нет, наверное, нет. А в личном каком-то рейтинге есть, допустим, пять фильмов, которые можете пересматривать и пересматривать, плохое ли настроение, хорошее? Ну, именно вот эти фильмы. Ну, вы знаете, здесь нет такого, то есть я не буду здесь оригинальным. То есть все фильмы, которые я назову, назовет 99% населения нашей страны. Это и, конечно, «Ирония судьбы» с «Легким паром». Это, конечно, «12 стульев» с «Мироновым». Именно эта версия мне очень импонирует. Это, конечно, «Бриллиантовая рука». Это любимые фильмы Никиты Михалкова. Это свой «Среди чужих». Вообще, фильмы Михалковы именно, это ранний фильм. Мне, опять же, жестокий романс. То есть все эти фильмы очень сильные. Вообще, конечно, тут не пять, тут их можно двадцатку мощную набрать. Вы сегодня с такой радостью представили воспитанников Краснодарской школы фигурного катания. Вот как вы считаете, будет ли через лет, допустим, 5-10 здесь, в Краснодаре, воспитываться чемпионы? Ну, условия для этого все созданы. Конечно, это еще и большая работа, которая должна проводиться постоянно по привлечению тренеров, молодых кадров. Но просто здесь результат слишком долго ждать. То есть, детишек, которых набрали, каток построился 3-4 года назад. Не могу сказать точно, где-то так. Детей набрали 4-5-летнего возраста. Соответственно, только через 10 лет им будет 14-15, когда можно понять те результаты. То есть, нам надо как минимум еще 5 лет подождать, чтобы уже понять, насколько школа сложилась. Ну, и опять же, мы берем сразу. Ротации детей сложнее. Здесь нет такого большого выбора. Но вот тех ребят, которых я увидел, и, в общем, я здесь, сегодня просто два мальчика катались, здесь очень замечательные девочки, одиночницы, показывают, что, ну, если отталкиваться от уровня фигурного катания в других городах России, не беря Санкт-Петербург и Москву, то Краснодар очень сильно шагнул. И что особенно приятно, что это свои воспитанники, потому что многие города идут несколько по другому пути. Они, в общем-то, покупают себе, как легионеров, готовые там участников, и они катаются за этот город, так называемый. Все отчитываются галочкой, что вот у нас все замечательно. Хотя спортсмен катается где-нибудь в Москве, тренируется в Москве, но все за него получают баллы, дивиденды, потому что у него двойной зачет и прочая вот эта фикция. Здесь приятно, что это действительно воспитанники Краснодарской школы фигурного катания, которые каждый день живут в этом городе, тренируются в этом городе и борются за него. Ну, известно, да, противостояние такой Санкт-Петербургской школы и Московской школы. Вот Краснодар, какие традиции ближе ему, скажем так? Ну, я думаю, что Краснодар все равно больше будет тяготить к Москве, потому что Краснодар, ну, Москва более такая вызывающая школа такая, но Санкт-Петербург такая более аскетичная, но по большому счету, в общем-то, делится немножко по-другому. Сейчас немножко поменялись векторы, но если раньше парное катание и мужское одиночное катание, это был приоритет Санкт-Петербурга, а как раз танцы на льду и женское одиночное катание развивалось в Москве. Сейчас, конечно, немножко векторы сместились, основная парная группа сейчас, Нина Мозер находится в Москве, поэтому мужское одиночное катание в Москве. В общем, по большому счету борьба идет, но, конечно, сейчас вектор ушел весь в Москву. Вы, когда начинали только заниматься шоу, вы были единственным в России, кто поднимает этот пласт. Чемпионы уходили, но в основном это была тренерская работа. Вы же представили как-то и по всему миру таких знаковых и интересных людей в совершенно новом амплуа. Тогда это была мечта, наверное, да? Ну, абсолютно, да. И вы знаете, что очень приятно, что говорят, что надо вкладывать, вкладывать, и потом будут дивиденды. Вот сейчас, наверное, такой момент, когда мы отчасти, я не говорю про дивиденды, но мы получаем то, во что было вложено. То есть изначально, когда я ставил свой бизнес, и, как вы правильно говорили, он был достаточно, ну, такая открытая ниша, я все равно ставил перед собой большую задачу по качеству и уровню шоу. Возможно, с точки зрения мгновенной рентабельности, можно было не возить такой гигантский состав участников, обходиться двумя-тремя звездами и дальше добивать их достойного уровня фигуристами. И в тот момент я бы зарабатывала гораздо выше. Но для меня было важно не только тот год, а еще и следующий год. И, наверное, ответом на вопрос является то, что сейчас непростые времена, экономически непростые, страна переживает сложное время. Но я вам могу предоставить видеоотчеты. Из каждого из 30 городов, где мы выступали, и везде аншлаги. Несмотря на то, что, ну, сложнее, и люди, конечно, в первую очередь начинают экономить на каких-то зрелищах, но не на первой необходимости. И при этом они приходят к нам. Значит, все-таки отпадают в первую очередь те проекты, которые, ну, уже не страдали качеством. Те, кто качественный проект, они все равно живут, они продолжают свою жизнь. И мне, конечно, хочется сказать большое спасибо за такую преданность болельщиков. Ну, и считаю, что действительно именно таким направлением надо идти. Ну, еще и шансы мимортистам вы даете, да, дольше, скажем, в памяти людей. Ну, здесь вообще замечательно произошло и определенное стечение обстоятельств. Потому что, конечно, ну, наверное, вот это мое поколение, вот, которое, это, ну, такой золотой век. Ну, это золотой век, потому что, конечно, телевизионные проекты, тут нельзя говорить только про себя любимого без конца. Телевизионные проекты дали огромную волну популярности. Другое дело, что для меня это был не просто телевизионный проект. Я отдавал себя больше, чем на 100% в каждый эпизод, в каждую программу, в каждый танец. И, конечно, если мы сейчас с вами выйдем на улицу, начнем делать опрос, то многих, конечно, даже олимпийских чемпионов Сочи обидит то, что их имена не будут так узнаваемы, как имена тех, кто сегодня приехал сюда, в Краснодар выступать, как имена даже, ну, которые смогли за счет еще и телевизионного проекта действительно стать не просто хорошими фигуристами, а еще добрыми друзьями. И, конечно, это и удача, это и большая работа. И надо продолжать в этом направлении, потому что иначе одними титулами невозможно быть. И это, конечно, хорошая большая школа для нового поколения фигуристов. Пока они немножко не понимают, что их будут любить не только за золотые медали, а еще и за человеческие качества, за то, как они умеют работать по имиджу, по работе в шоу, потому что шоу рассказывает о них больше, чем в спорте. Ну, ни для кого не секрет, да, что когда вы готовили эти все многочисленные шоу, то времени на сон было минимальное количество. Вот все-таки что вам давало силы в те моменты, когда, наверное, 2-3 часа на сон уходило всего лишь? Силы дают всегда одно – результат. И в данной ситуации для меня, опять же, очень хорошая была ситуация, но и остается ситуация, что вложившись, я практически сразу, если берем телевизионную программу, в конце недели вижу ее результат. Результат, ну, зачастую, как правило, достаточно яркий, хороший. Люди благодарят, люди говорят какие-то хорошие слова, я понимаю, что получилось. Я вижу море ошибок, но где-то я понимаю, что что-то срослось. Но это как допинг, это как определенный наркотик, который тебя гонит. Поэтому я всегда подчеркиваю, что я с огромным уважением отношусь к тренерской работе, к тренерам. Меня часто говорят, вот тренер телевизионный, я вот избегаю слова «тренер», я не тренер. Я режиссер, хореограф, продюсер, постановщик, только не тренер. Потому что тренер – это очень сложная профессия, с которой я отношусь, с глубоким уважением. Профессия, которая требует изо дня в день вести своего ученика, повторять ему одни и те же практические замечания. И ждать, 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 когда этот результат придет. Я с восхищением отношусь к этим людям, у которых есть только терпение. Мне нужен результат сразу, поэтому я готов отдать все, и тут же жизнь получит результат. И последний вопрос. О чем сейчас мечтает Илья Авербух? Я мечтаю, все-таки, если брать глобально с точки зрения работы, то я мечтаю о своем стационар-театре. У меня сейчас появилась очень хорошая и мною любимая площадка в Сочи, где мы уже на протяжении двух лет, и в этом году будет третий год, когда мы на протяжении четырех месяцев, весь летний период, стоим на одном месте и показываем спектакли. Это потрясающе. Но мне хотелось бы, конечно, еще получить такую же площадку в Москве, и уже ее, чтобы это был не переделанный Ледовый дворец, а чтобы это был настоящий театр, построенный под Ледовый театр с всеми возможностями. Это мечта, и потому что в мире такого нет. Все ледовые шоу, они такие адаптационные, вбежали в Ледовый дворец. Вот такой дом ледового танца я мечтаю построить. Ну что ж, я желаю, чтобы ваша мечта стала реальностью. Спасибо огромное за беседу. Это была программа «Факты. Мнение». Оставайтесь на телеканале Кубань24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубань24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова